Друзья мои, всем большой привет! В данный момент находимся в лесу, идем к своей любимой таежной избушке. На улице весенняя, но ужасная погода. Почему ужасная? Вот просто на данный момент маленько даже надо мной подвыяснило. Но в целом с утра льет дождь и уже который день. Снегу даже в лесу становится все меньше и меньше. Там где я сейчас выходил на открытые места проваливаешься до земли под снег. А снегу-то там практически нет. То есть по пол сапога, а это еще пару дней таких дождей. И в принципе-то на этом все. Дорожки, по крайней мере, где вглубь леса не залезай, откроются. Ну это тоже в принципе становится хорошо. Но от этой вот ранней весны в принципе-то хорошего ничего нет. Но об этом долго рассказывать. Возможно в течение дня все расскажу. А сегодня идем к избе. К избе есть небольшое дело. Будем делать вкуснотищу. Вкуснотищу. Там он забереги. Вот я реку вижу. Просто огромные уже становятся. А на реке я еще хочу попробовать по рыбачьи. По последнему льду. На речке в принципе это половить рыбку можно. Но об этом все позднее. Точно не сегодня. А сегодня усаживаемся поудобнее. Надеваем кофеечек, как я. Ну и смотрим новый ролик. А я пошел дальше. Дороженьки-то. Вы тут уже видите. Там лесу еще снег. А тут уже. Вот. Врусничник. Дороженьки. Открыли уже практически. Видите, где лужи. Сегодня хотел. В принципе-то можно было. Ну не то, что хотел. А можно было ехать на мото-вездеходе. У меня была такая муская изначально. А вот он смотрел. Надюха вышел из дома. Она хвостиком стоит. Вели. Я думаю, ну ладно. Пойдем прогуляемся. Сейчас где-то впереди меня бежит. В принципе, несколько неужели. Вон она. Видите, в лесу там вот эта бежала. Еще ни разу ни на кого не гавкала. Как ни странно. Так, ну что ж. Ну сегодня пешком успеемся. Накатаемся. Хотя в принципе-то, я говорю, когда снегу нет, сейчас дороги-то получше станут, подсохнут уже. Я опять на пешеходный перейду больше. Потому что я в прошлой силе практически весь ходил. Позапрошлый выходил пешком. Ну, с собакой. Любим погулять пешочком. Хотя некоторые. Опять, наверное, все сломал. Ничего не ездишь. Отремонтировать не можешь. Все нормально. Все стоит на месте. Просто ездить неохота. Буа, ты такой. Представьте себе. Целое море. Как брати-то? Эй, собаки. Перенеси меня, пожалуйста, на ту сторону водоема. Надо. По обочине тихонько пролезем. Добрались. Даже у площади. Чего улыбаешься? Кошки запотели в избушке. А? Все, Вал, вертихвостишь. Снег напиши. Подтаял. Здорово. Ну, не съезжает еще. Держится. Странно, да? Кто-то держит еще его. А, елка упрямилась. А то у меня калача у нас сорнулась. Ну, как упрямилась. Сейчас она уже. Вряд ли скоро утренится. По-хорошему. Блин, такое ощущение, что не было несколько недель. Хотя не было всего лишь несколько дней. Куда? Я не пойду далеко-никуда. Демлянка тихонько оттаивает. Красотуля. Так, ну что ж, на узбушку переместиться временно. Что ж, в избушке все по-прежнему. Ничего не поменялось. Сегодня будем делать кое-что. Сегодня будем рыбу коптить. Причем будем делать это прямо в избушке. Прямо на печке. Коптилку будем вставить здесь. В этом есть небольшие плюсы. Причем плюсы такие. Весенние плюсы больше. О них я расскажу позднее. Ну, как буду заниматься всем этим хозяйством. У меня тут доска отходит. Надо делать подпорку, пожалуй, сюда, под это место. Что-то так там. Не нравится мне все. Чем там дает. Вроде весь песок, то уж выступался на пол. Ну, надо сюда вставить подпорку, вымерять и все. Ну, это... Ну, это давно уже отошло. На пол-то не упадет. Надевать надо. Для начала, естественно, печку расцепить. Попробую все остальное. Попробую все остальное. Друзья, у нас здесь есть коптилка. У нас с собой щепа. Хотя, в принципе, ее можно было сделать и на месте, но тем не менее. Какая она есть. Какая она есть. Что-то по сугробам. Все-таки еще с небом нет порядочка. Родить не охотно. Ну, и окуньки. Окуньки это что? Штук 7, по-моему, здесь окуньков. Дома я большую часть засолил и буду сушить. А этих я решил так вот. Для разнообразия давно не коптил, думаю, прогуляюсь, закопчу. В принципе, по размеру там такие же. Больше-меньше. Дома я их вчера выпотрошил. Достал жабры, кишки. Потом засыпал солью. Все в миске перемешал по-хорошему их, чтобы они пропитались. Сегодня я их промыл. Ну, и вот в пакете я поставил до сюда. Вот у меня коптилка. Коптилка такая, она сезонная. Прогорает быстро все. Тонкое железо. Но тем не менее. Берем щуплю. Сыпаем сюда. Некоторое, да, что можно смочить. Ну, я вот в принципе... Ну, не знаю. Так красиво. Ни разу ничего мне не помогло. Так, это убираем. Берем... Ну, видите, вот это вот поддон уже весь. Все. От него уже ни хрена не осталось практически. Ну, ладно. Потом можно вместо поддона что сделать? Взять фольгу. По размеру также накрыть щепу. И чтобы вся гадость капала уже на фольгу. Ну, теперь берем решетку. Вставляем ее. Не знаю, видно ли вам. Потому что камеру у меня там неудобно было здесь устанавливать куда-либо. Ну, и немножко рыбы. Так. Можно было, конечно, побольше закупить. Вот это я решил посолить. Попробовать, посушить. Пока нет мух. Можно пробовать. Блин. Сейчас выложу рыбу, потом покажу. В принципе, ничего нового. Выложил рыбу и сидела. Вот, друзья, рыбу разложили. Теперь последний штрих. Закрываем аккуратно крышкой. И ставим джам на печку. Сейчас объясняю. Многие скажут, сейчас же будет все в дыму внутри нашей замечательной избушки. Но это большой плюс им есть. Сейчас я открою вот эту дверь. Потому что здесь еще более влажно. Мы здесь не протаптывали. Видите, окна запотевают. Влага какая-то в избушке есть. Также это окно тоже запотело. Особенно это подойдет для землянок. То, что я занимаюсь чем. Сейчас дым пойдет. Мы закрываем плотно двери. Выдержка у меня тоже закрыта. Плотно двери закрываем. Ну и выйдем на время. Чтобы нам было комфортно. Кофе забираем. Те шмотки, которые не жалко прокоптить. Можно оставить, которые жалко прокоптить. Лучше унести. Какой такой плюс есть в этом? Сейчас мы протапливаем избушку. Соответственно, вся влага лишняя из нее будет улетучиваться. Зачем нам дымить там внутри? А еще я говорю, что очень подходит этот для землянок. Если у нас где-то есть попадание влаги внутрь избушки. А в землянке это как ни крути, влага будет. Лишний дым он убивает грибок. Вот это вот плесень. Все начинает, знаете, где-то киснуть. Вот это вот прокоптить, продымить рыбой. Не обязательно рыбой, просто дымом. Можно просто, знаете, как поступить. Растопливаешь печку по-хорошему. Потом закрываешь трубу. И весь дым внутрь заходит. Естественно, находиться там внутри нежелательно. Потом опять трубу открываешь. Заткнул кастрюлю, я не знаю. На трубу тянул и все. И все дела. В принципе, пару раз так сделал. Для землянки вот достаточно. Грибок умрет. Это, во-первых, лишние насекомые. Муравьи нежелательные. Вот сейчас там уже какие-то моли летают. Это тоже все погибнет. Ну и грызуны. Тоже, как бы, дискомфорт для них. Да и из избушки, из землянки потихоньку сваливать будут. Ну, конечно, потом будут возвращаться. Но, тем не менее. Если на данный момент у меня межуловка стоит, там нет никого. Но сейчас я вот говорю, реально там какие-то уже мушки летают внутри. Тепло стало. А сейчас мы этих мушек тихонько выкурим. А, ну и заодно там будет вкусно пахнуть копченостями. Сначала, конечно, будет жестко пахнуть дымом и копченой рыбой. Но потом просто будет свежий запашок. Сейчас мы, когда все прокоптится у нас там, рыбу вынесем. Откроем вытяжку, откроем двери. Ну и весь дым у нас улетучится. Лишняя... Лишняя вонь, запах тоже. С рыбалки приехала. Я что говорю, в фрикмахерскую ходила. Эти висели у нее эти клочья. Такие большие. Наташа ее подвычисала. А потом, скажем, подстригли меня. Сразу заметил. Готовлюсь к лету. Худеть пора. Как на пляж-то пойдешь? Посмотри-ка, отъела себе. Это что такое? Пресс? Пресс, блин. На печке да будет все происходить дольше, чем на костре. Дым еще не пошел. Но печка горячущая. Сейчас скоро должна щипа шаять начать. Как она начнет шаять, температура все равно меньше, чем на костре. Еще раз объясняю. 25-30 минут засекаем, пускай коптится. Окунь. Окунь. Рыба такая некрупная. Тем более, у меня в данном моменте. Чем крупнее рыба, тем дольше коптить ее приходится, чтобы она пропиталась дымом во-первых, во-вторых, подужарилась слегка. Это про леща, про щуку, в районе килограмма рыбы уже. Ну, сейчас нужно дым пустить. Будем заглядывать иногда, смотреть, как дым пойдет. Засекаем 25-30 минут. Пойду до резки прогуляюсь. А ты откуда об этом знаешь? Времени еще в запасе есть. Там еще дым не пошел. Плюс-минус засеку время. И по сугробам. Чего? Неудобно по сугробам бегать? Даже тропинки-то не видать. Давно тут не были, крикеты не ходили. Просто садить в дальнейшем. Посмотрим, как там ситуация. Несмотря на то, что тропинки нет, собака идет полностью там, где она раньше была. То есть, вот как она хорошо знает все эти места. Тропинки не видно. Но одна крадется полностью по тому маршруту, где она раньше была. Я, в принципе, тоже уже изучил все это досконально. Забереги есть тут. Тем не менее. Как бы не... Там пляж, откажется, может зайти, наверное. Наверное. А если что, там вот интересное местечко. Там тоже пляж. Вот видите, там идет как омут. Искать такое среднее течение. Закармливаться. Елес должен сливать. Но это теоретически. Ерши и прочее. Ребеха там крутилась раньше. Просто в этом году воды мало. На что бы ее маленько приподняла бы. Но опять же, если в реке в воду приподнимет, то забереги будут еще больше. И мне хрен за обратно налет. Только если с той стороны. Ну, в принципе, это все возможно. Деревину притащил там. Пару жердей кинул. Зашел бы и все. Если захотеть. Весь блин спотел только. Смотрите, типичная весна. Две минуты. Дождь херачит. Проливной. Потом две минуты солнце светит. Так. Вроде пахнет дымом. Но это не точно. Нет, вроде пахнет дымом. Дымом пахнет, но она не коптит. Коптит, но не сильно. Видно дым выходит. Ну, этим сильно не надымишь в избушке. Кстати, с подобными вещами. Куда пошла-то? Будьте осторожны. Сейчас дверь отрыл, все равно дыму глотнешь. То есть, когда заходишь туда внутрь. Надо было, когда достать мне. Воздуху набрал. Коптилку вынес. Все по-быстрому. Он раз топашку открыл, чтобы весь дым выветрился. Потому что, блин. Одно лишнее мгновение там нахождения. Упал, задохнулся. Все. Эти шутки никому не нужны. Воздух. 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 То, чем я занимался в данный момент. Абсолютно обязательно делать. Не обязательно делать. Потому что снегу немного, он сам растает. А так мы можем проткнуть наш баннер. Порвать. Так что на доске, без гвоздей, в принципе. Аккуратно делал. Просто я сверху долбил по снегу. И чуть его дергивал, чтобы он сам поехал. Снег. А палкой вот этой вот елозить вперед, естественно, не стоит. Ну, видите, как почище стало. Посимпатичнее. Наверное. А чего симпатичного? Они едут в принципе столом. Заодно листва вся с крыши. Вместе со снегом он съехал. Надеюсь, смотри, сколько я здесь листвую. Здесь не буду елозить. Здесь еще клеенка. Тем более обычно она и так отморозила лопаться. Мы еще по ней будем елать. Здесь тоже ничего хорошего. А здесь так просто сам по себе он не съедет уже с такой крыши. Здесь надо его сдергивать. Ну что ж, посмотрим, что там происходит. Так, ну дымно, но не сильно. То есть, если бы была хреновая, а печка попадется в некоторых избушках, коптит больше. Так, сейчас попробуем. Дадим маленько подостыть. Но хватит надо даже. Мне каждый раз, потому что все щепки остаются, они бывают воспламеняются. Отлично. Приготовился, он так подсох. Кстати, вот видите, очень мало в окуне жидкости. То есть лишний раз вот воду. Его, по идее, вот на газетку положить бы, любую рыбу, чтобы она перед тем, как коптить, маленько подвялилась так вот. Ну просто влага лишняя ушла. Не будет эта херня всякая капать. И будет все получаться намного красивее. А так, в целом, куда еще красивее это, да? Сейчас контейнер всю руку переложим, небольшой такой, и домой ее унесем. Все, натурель. Хе-хе. Натурпродукт. 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 Продолжение следует... Сюда мы шли под праливым дождем, обратно возвращаемся под сапелком. Красота! Намного украсивее, чем под дождь. Капельки дождевые. Это не передать камерой. Они так отражаются. Аж с такими голубыми. Как будто огоньки. Вот эти гирлянды на елках. Голубые такие, как будто лампочки маленькие горят. Но это, знаете, как эта радуга такая отражается от солнца. Офигенно! Еще это все снег. Он, в принципе, белый и ослепляет. Так вот, знаете, более красочно все равно. Скоро будет более грязно. Но потом, опять же, березки все, вот эти лиственные расцветут. Птички запоют. Сейчас еще пока, кроме меня, где-то вдалим этот цикл работает. Больше ничего не слышно. Гайку нашел. Ладно. Пойдем тихонечко в сторону дома. Отлично тут время провели. Главное с пользой. Кофе попили, рыбу закоптили. Сейчас дома немного, но вкусных угощений. У меня целая кастрюля еще рыбы засолена на сушку. Так что вкусняшки еще будут. Погнали домой. Что, земля? Земля заинтересовала ходить нюхать. Скоро, блин, клещи завлезают. Вот день-два они завлезают уже вот на таких участках. Это сто процентов. Потому что год очень рано еще. Снегу было дофиге. А как сейчас снегу было, они уже на найден, находил клещей. Снегу было дофига. Друзья, добрались за дома. Попрощаюсь. На этом все. Сходили, используя. Интересно. Провели время. Сейчас весна. Изменения будут в роликах. Так что сидите за новостями. На сегодня все. Всем пока. До скорой встречи. Увидимся. Так иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди давай. Иди, давай, иди. Иди. Так иди сюда. 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 Продолжение следует...